Дорогие друзья, всем привет! Ездили закупаться, закончилась соль, закончилась сахар, нужны были макароны и так далее. Но заехали этот раз в ОК. Знаем, что ОК магазин довольно-таки с высокими ценами на товары, но все-таки были скидки и здесь. Итак, первое, что вы видите, это купили соль. Соль поваренная, пищевая, по одному килограмму в упаковке 5 пачек купили. И стоит соль 8 рублей 51 копейка. Марки то, что надо. Затем макароны. Макароны из твердых сортов пшеницы. Я как-то брала уже эти макароны в ОК. Мне они очень понравились. Высший сорт А. В пачке 450 граммов. Читаем. Итак, читаем. Состав мука из твердых сортов пшеницы. Что мне понравилось, что довольно-таки крупным текстом написано. Видно все. Мне, по крайней мере, все видно, что здесь пишут. Так, мука из твердых сортов пшеницы для макаронных изделий высшего сорта. Вода питьевая. Все, больше в составе ничего нет. Белков 12. Жиры 1. Углеводы 72. Калорийность 1470 кг, 350 ккал. Варить 9 минут. Масса 450 граммов и стоит 44,90. Они и произведены. Россия, Оренбургская область, город Орск. В Орске. Орск. Город Орск. Вот взяла три варианта, какие были. Ракушки, просто макароны и завитушки. Макароны, говорю, уже брала. Вкусные мне очень и очень понравились. Был сахар. Взяли вот 5 кг мешок. Я не знаю, какие сейчас цены на сахар. Но там получилось 38,80. Вот так, где-то за килограмм. Это вот самая низкая цена на сахар. Именно в Океи. Взяла свой любимый кофе-крема. Растворимый здесь у нас. Сколько граммов-то забыла уже? 70 граммов, 158 рублей. Нельзя сказать, что низкая цена, но реально вкусно. Мне очень нравится. Такой нежный, какой-то вот кремообразный вкус. Я же без сахара, без молока, без всего пью. И на самом деле, как только наливаешь, вот такая вот пеночка образуется. Вкусно, прям классно. Ваня выбрал сушки. Посольские, простые. В упаковке. Сколько тут граммов-то? Здесь всего 200 граммов по цене. 20, сколько-то там рублей. 21 рубль 69 копеек. Получается, что довольно-таки дорогие, если сравнивать со светофором. И еще Ваня выбрал вот такие вот сушки, мини-сушки с ванилью. Они меленькие такие вот. Меленькие. Здесь 150 граммов, но стоят они уже почти 40 рублей. Почти 40 рублей, то есть как чугунный мост. Но ребенку понравилось, младшему говорит, прям вкусно, не знаю как. Были хорошие скидки на продукцию Цезарь. Взяли равиоли. Здесь 750 граммов. И стоили они 184 рубля. Очень вкусные. Я сварила уже, сразу же мы приехали. Мужу понравилось. Я одну съела, прям вкусно. А Ваня, нет, наотрез отказался. Есть не буду, выковыривал, только мясо сидел. Хотя тесто очень вкусное, но не знаю, ну не пошло ему, скажем так. Очень дорого, очень дорого. Стоит вот такой кошачий корм. Феликс двойная вкуснятина. В фикс прайсе он стоит 77, здесь он стоит 90 рублей. 90 рублей. Обалдеть. Ну это Саша выбрал. Я бы вот не взяла бы за такую цену. Ну с рыбой зато. 300 граммов. Дорого. Мужки также набрали и вот такого корма 12,80. 12,82 что ли вот какой-то. Вот какой-то из них 12,99. Почти 13 рублей. Набрала всяких разных вкусов им. Мужки приехали, сразу же ей дала. Ой уж она там пела-пела и плясала. Прям любит, не знаю как, именно вот такой корм. Взяла штук 15, наверное, всяких разных. Вот такой вот тоже под маркой ОК. Полнорационный корм для кошек с говядиной. Цена такая же. Это вот самая низкая цена, которая была на такого рода корм. Остальные 16, 18, 20, 26. Их, цены. Космос. Дорого. Все очень дорого. Были скидки на Великолукинский мясо, на сосиски сливочные, по ГОСТу Великолукинский мясокомбинат. Мы брали такую продукцию, нам понравилось. Довольно-таки вкусные. Значит, у нас тут какой объем-то? 330 граммов. И стоят эти сосиски 139 рублей. 139 рублей. Тоже нельзя сказать, что прям какая-то низкая цена. Но на них была скидка. И по карте они стоили в итоге 89. За 89 рублей нормальная цена. Хлебцы смотрела. Там были все мои любимые хлебцы, но под ними не было цен. Не под одними. И я вот на свой страх и риск, что недорого может быть, они все-таки будут. Взяла две упаковки. Вот такие вот я уже брала. Как-то мне они очень нравятся. Вот просто вкуснятины. И на самом деле домой пришла, чек взяла, посмотрела. 29,90. Это нормальная цена. Были мои бородинские, но опять цены не было на них нигде. И я брать не стала. У меня еще дома две пачечки есть про запас, поэтому думаю, хватит мне. После того, как мы вышли с кассы, уже у кассы были, вернее, оплатили покупки, нам дали вот такой вот. Купончики дают, нужно их наклеивать, и тогда со скидкой можно взять товары фирмы Терхер. И самое интересное, смотрите, вот пылесос, который мы покупали, заказывали на сайте, мы его получили в итоге что-то 6900, что ли. И здесь можно купить за 5600. Ну, только надо вот 15 купончиков таких вот. накопить, приклеить сюда. То есть, ну, прям очень даже, очень даже приятная цена. То есть, можно присмотреться. Есть, допустим, мойка высокого давления, Керхер 11900. Кстати говоря, мы вот такую покупали примерно за такие же деньги, но лет 7 назад, наверное. Поэтому это прям очень даже прилично. Газонокосилка Робот Бош за 49900, а обычная цена 72900. Правда, я не знаю, так это или не так, вот в этих делах я не особо разбираюсь. Газонокосилка Электрическая, 6000 фирмы Бош. Это тоже неплохая цена, кстати говоря. Ну, вот еще вот мужчины могут присмотреться, кому интересно, какой товар можно купить по таким скидкам. То есть, в принципе, как бы интересно. Еще были скидки, этот раз в окей, просто мне не нужно было, я поэтому не брала. Сейчас покажу на какой товар. Так, что тут у нас? Ну, вот смотрите, ну, во-первых, вот вся продукция Цезарь, пельмени, вот детские вот эти, кстати говоря, я Ване предложила, говорю, давай такие. Он говорит, нет, я такие не хочу, они цветастенькие, интересные. Вот они, Виоли, Царские еще какие-то. Вот, то есть, 184 рубля на самом деле. Кстати, также скидка на макароны Макфа. Кто любит макароны Макфа, 34 рубля 99 копеек всего-навсего. Это тоже, я думаю, достойная цена. А во всех других супермаркетах, там они 45-50 стоят. То есть, в принципе, даже и ничего. Так, что тут еще было интересного? Сейчас найду. Любителям хлебцов на Доктор Кернер вот такие, вот 51,99 скидка была обычная. За 72, за 69 продают, вот как раз вот 69,49 обычная цена. Но чаще всего вот они 79, 82, вот так вот. Поэтому 51,99 очень даже хорошая цена. Кстати, еще хлебцы гречневые. Гречневые Доктор Кернер, 43 рубля, это тоже очень даже неплохая цена. Скидка на Ферри за 89,99 рубля. Ферри стоила для мытья посуды 430, 450 и 650 миллилитров. 27% скидка. Ленор, кто пользуется таким, за 104 рубля. Ну, такая нормальная цена. Те, кто любит вязанку колбасу за 199 рублей за килограмм, это на самом деле очень низкая цена. Обычная, вот цена ее 400 рублей, так и есть. Вязанка вкусная колбаса. Скидка 40% на посуду фирмы Талер. Хорошая посуда. Но, что интересного, здесь не указана цена. Обычная цена какая. От чего отталкивается, что 40%? Потому что, в принципе, я примерно вот в ценах посуды Талер разбираюсь. Я бы сказала, на самом деле, что ниже или нет. Поэтому мудреная, и, скорее всего, не более-то хорошая скидка. Видела, многие выходили, брали вот такие сапожки за 600 рублей, полусапоги резиновые. Сейчас это очень актуально у нас. Тайнее идет. Вот такие вот интересные галошки за 399 рублей. Видите, чем они отличаются? Красивые, яркие цвета, и сразу же высокая цена. Конечно, в фикс-прайсе, в светофоре, цвета более блеклые, но и цены, извините меня, всего 100 рублей, там, ну, 120 максимум, а то и ниже. Вот такие вот еще детские какие-то за 419. Ну, скажем, дороговато. Но зато все такое яркое, красивое, праздничное. Что еще вот я здесь в этом каталоге на одежду увидела? Сейчас покажу. Вот смотрите. Вот такая вот кофточка. В Ивановском трикотаже я вот себе в одноклассниках, через одноклассники с девчонками заказывала всего за 600 рублей. Здесь она 999. Но смысл примерно такой же. Тоже она серебристая, такая же горловина, примерно такая же. я покажу потом как-нибудь, померяю. Вот, но смысл тот же. То есть, дороговато, да. Ну, много там разного товара, и людей мало. Хоть мы и приехали, машин полно, не пробиться, не протолкнуться, но там помимо Окея еще много других магазинов, Кастараму, там Декатлон, и фильмы показывают. Вот, но зашли в сам Окея, людей мало, потому что на самом деле дороговато. В итоге мы потратили не так много денег в Окея 1426 рублей, и скидка по карте составила 192 рубля. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова